привет девочки еще раз это видео именно по амулету для удачи во всех делах для того чтобы но некоторым интересно будет купить а некоторым будет интересно послушать девочки если вы занимаетесь магией послушайте пожалуйста тут много чего интересного чтобы вы понимали для чего рисуются например сиделы как делаются свечи как они используются почему все это как скажем так распространено и как вообще делается магия да ну что поехали сейчас я вам покажу амулетики но этот у меня амулетик поедет в подарок если кто-то например на похоже хочет именно в черном цвете то говорить александру но такие другие амулетики я делаю для вас такие рачи помор девочки как я уже вам говорила еще раз повторюсь я это собирала у меня даже есть где-то фотографии сохранились но просто долго их искать вставлять и поэтому я их сюда не вставляю но может быть попозже вставлю да в общем девочки амулетики такие это ведьмовские бутылочки такие они без ничего это не магнитик это без веревочки для того чтобы вы например как хотите так могли его использовать то есть ведьмовская бутылочка идет есть такая вот маленькая и есть вот такая вот большая ведьмовская бутылочка с одной рачи лапкой но не все например хотят именно одну рачу лапку у меня девочки уже спрашивали про именно две рачьих лапки поэтому делаю отдельно срач с двумя рачьими лапками вот это я делаю на заказ поэтому если кто захочет то надо будет немножко подождать чтобы я сделал то есть у меня только вот в нескольких вариантах есть которая уже как говорится готовы ехать к своим хозяйкам а вот эти вот маленькие бутылочки то я их и наделала побольше здесь по одной рачей лапки с рачьего помора на что это влияет в принципе ни на что просто здесь сигил я рисую девочки 69 то есть когда одна лапка то есть мы рисуем 69 а когда 6 и 9 сейчас объясню вам что это а когда две лапки то есть функции 6 и 9 и исполняют вот эти две рачьих клешни направлены в одну сторону замечу они в разные да то есть 69 это у нас и не и я вот вы можете видеть до 60 девочек это это девочки гексограмма причем я эти гексограммы тоже в два присеста рисовала шестерочки вот сейчас на эту растущую луну а сами гексограммы может быть немножко неровно но я пыталась сделать вот сейчас ровно что это за бумага начнем с того это бумага 13 на 6 и 6 и 6 сантиметров я ее специально заказываю мне специально в издательстве делают вот такой вот картон здесь такая вот пентаграмм очка наша с вами ведьмовская а с этой стороны я уже от руки рисую гексограмму и изображение шестерок тут идет в этом наборе ведьмовская бутылочка или амулетик да это тоже амулетики просто я ведьмовскими бутылочками для удобства буду называть здесь сейчас ведьмовская коса свеча это свеча которая ржется с двух сторон то есть фитильки в разные стороны направлены да и можно вот так вот держать и женщине кстати я свое жилище свой свой дом чищу именно вот так вот когда так держу но я обычно над бумагой держу можно держать девочки над фольгой над тарелочками все остальное например прожигать сначала расскажу вам что здесь значит 69 и гексограмма гексограмма это защита это всегда была защита и всегда как защита работает если пентагограмма это она мы даем задание пенсии да и рисуем сигилы с пентами с пентаграммами именно для того чтобы дать задать какую-то определенную программу гексограмма это защитная звезда и тут получается треугольник острием вверх и треугольник острием вниз расположены шесть углов образуется причем если вы вспомните пчелиные сотки они вот так вот если все провести получается пчелиная сота причем пчелиная сота она используется для хранения меда просто мед не умирает да мед не портится именно почему-то в шестигранниках причем пчелы разогревают свой воск для того чтобы как говорится им работать до температуры практически человеческого тела то есть 36 и 6 мы живем а у пчелок и воск начинает жизнь примерно при вот этой до 40 градусов температуре да то есть то что вот вот эта наша температура не ровно 36 и 6 хотя обратите внимание 36 и 6 но именно когда вот это вот тепло в котором существует все живое то есть оживает воск поэтому я очень часто им говорю не используйте парафиновые свечи да а используется и используйте именно восковые потому что именно воск ничто как воск впитывает вот именно вашу энергетику ваше тепло и считывает любую вашу программу понимаете и можно с этим работать поэтому свечи меня восковые и вам это тоже советую используйте только восковые этот этот сигил получается у нас зеркальный то есть как мы его не перевернем он значит одно и то же понимаете и и про перевернутые прямое я с вами тоже говорила вы можете найти видео у меня особенно в телеграме ссылочка есть она не в открытом прям доступе да но например если по ссылке вы увидите как я например делала сигилы любовные да я там тоже говорю про то как вот тут правда трое луния до трое луния пентаграмма гексограмма это то это основное чешу с чем можно работать именно в черной магии и по-разному это все использовать в общем что такое 6 число до 6 число это если судить по старшим арканом вы можете кстати прям знать вот нумерологию именно зная значение старших арканов 6 старший аркан это у нас что влюбленные то есть увеличение вдвое любви увеличение вдвое достатков каких-то всего чего угодно это умножаем на 2 до девятый старший аркан это у нас отшельник то есть мы делим на 2 то есть шестерка влюбленные девятка отшельник да то есть переворачивается переворачиваться шестерка в девятку девятка в шестерку и знак им и янь черного и белое белого вы тоже можете видеть что очень похожее изображение практически 69 она таки и есть да то есть сама шестерка и девятка это даже не цифры это именно вот такой вот сигил как и число 13 число 13 это тоже сигил понимаете то есть это не просто вот два числа 1 и 3 это именно вот изображение сигила которое не только высчитываете вы видите как цифры да и знаете например значение числа 13 как чертова дюжина она там может быть связано со смертью все остальное это девочки определенный черномагический сигил и и именно в черной магии нигде наверно так не используется как именно магии видите число 13 знаете что это именно связано сто процентов с магией дальше мои дорогие про сам давайте проказ про косу свечу вам расскажу они у меня были и просто в таком вот варианте без шафрана скажем так а здесь я использую уже шафран то есть почему шафран потому что вы мы сами знаем какой вот этот был 22 год какой 23 сейчас год и какой будет 24 поэтому чем шафрана больше в нашей жизни тем лучше потому что шафран полы не очень-очень крутая травка да и шафран наравне с полынью но если полынь больше чистит и людей и тело организм и энергетику то например шафран он защищает во первых да и даже например вы знаете что очень многие старинные книги в том числе коран тоже писали именно шафрановыми чернилами и тоже это не просто так потому что вот сам шафран это защита защита дальше что есть еще куркума но это такая вот большая как пыль до молотая все и кстати я бы не сказал что куркума и шафран это одно и то же но здесь я отыскала вот именно шафран девочки мне восточные люди заготовили продали именно настоящий шафран дорогое удовольствие девочки на самом деле но все же надо пользоваться для чего это видимо в ской косе свечи во первых здесь петели расположены в разные стороны тут вот черный и тут вот светлый но просто он сейчас в воске то особо не видно да и самое главное что это свечо мы жжем зажигая с двух сторон то есть нет ни начала никак не конца главное первый раз зажечь с одной и с другой стороны потом можно быстренько потушить и можно уже ставить свечу то ли так то ли так когда вы в первый раз вот вам приходит амулет это я вот сейчас для девочек кто будет приобретать да когда вам приходит амулет мы ложим его рядом с собой нас расстояние вытянутой руки не более то есть нашим с вами астральном теле скажем так тело которое работает который несет в себе очень много энергетики вот как душа какого размера душа у человека на расстоянии вытянуть руки как у в картине леонард да винчи когда он человека рис рисовал в сфере вы видели да вот это изображение на самом деле вот души человека так вот и вы видели тоже что гексограммы пентаграмме то в круге то без рисуются до все печати бесов ангелов тоже все у нас в кругах скажем так здесь круга нету потому что мы его рисуем вокруг себя то есть руками вокруг себя сделали пространство ощутили и когда мы работаем с магиером что-то делаем магическое да почему например к иконам преклоняются целуют почему там что-то у груди держат да почему амулеты носят вот с собой или на определенных своих местах точках которые что-то мы ложим под подушку что-то мы делаем на рабочем столе что-то мы носим именно с собой да все моли это имеет определенную такую направленность какую направленность тут не обязательно следовать каким-то инструкциям потому что вот как вы чувствуете так и носите у меня девочки бывает так что я даже у меня есть специальные такой пакетики с кладбищенской землей и я ношу это с собой причем у меня есть девочка одна которая она долго не открывала этой не говорила да но вот мы с ней разговорились на эти вот все темы при таком первом знакомстве скажем так и и она носит части веревки на которой совершил совершила суицид ее мама то есть она носит эту веревку как берег многие носят там фотографии кто что но в общем какие бы мы страшными обереги не были это не всегда эти вот счастливая радужная пони скажем так да это в основном такие вот вещи которые тянут в себе вот определенную энергетику вот когда вам придет например посылочка до 1 мы зажигаем свечу с двух сторон а зажигаем сеге можете вот но я тут уже не зажигая но все же до зажигаете поддержали в руках главное чтобы рядом с вами была водичка свечу зажгли затушили сигил прогорел хотя бы наполовину главное чтобы он схватился да то есть схватился потом можно затушить и остатки сигила уже можно потом выбросить то есть самое главное мы его зажгли можно во чтобы он полностью прогорел положить его в какую-нибудь знаете фольгу на тарелочку подготовиться так чтобы водичка рядом было если что потушить этот сидел желательно это не то что там можно сделать дома да можно сделать в ванной можно сделать даже в туалете где-нибудь запереться чтобы вы были одна понимаете 1 и делали вот такой вот ритуальчик или сидели в комнате своей к примеру да или на кухне неважно где желательно ритуалы все делать единолично есть такие ритуалы и медуизм когда нас многое и это и шабашина же называется но многие ритуалы это как молитва надо делать лезь если молитва наедине с богом то и ритуал мы делаем вообще практически всегда одни так что еще тут хотела сказать как использовать эти свечи у меня и вообще инструкция она вот этого артикула 99 хоть 69 на этом не 99 артикл 99 вы можете прочитать это все в описании как например приобрести кто-то хочет там будет указано пишите александру моему курьеру девочки да и он будет с вами договариваться как и что что вы хотите почему чего и как вот эти маленькие амулетики они у меня девочки с одной клешней из и тут вот вы можете увидеть у меня гексограмма и там написано 69 именно вот на таких вот больших я 69 здесь не пишу потому что это клешни они выполняют функцию вот вот этого и ньяня понимаете и вот такие вот большие девочки есть это все у меня ювелирная смола эпоксидная она кстати знаете в чем такой момент интересная она тоже закипает и вот при работе когда ей пользуешься это то же самое что с воском в восковые свечи тоже не легко лить да а потому что надо дождаться определенной температуры когда воск схватится чтобы они растопились свечи когда их макаешь еще восковой вар ну короче много своих замутов надо разогревать свечи для того чтобы их согнуть понимаете чтобы они хорошо гнулись тоже разогреваешь потом она еще и горит эпоксидка девочки тоже разогревается если этом долго не использовать она начинает кипеть вот как как известь все равно какая поэтому вот все это как говорится горячая рак тоже когда скажем так был горячий только непонятно когда живой вроде бы это хладнокровная да или мертвым но у раков есть очень много своих загадок и созвездия рака почему рак вот кажется такое вот существо не самое такое величественное по факту в природе а отнесено к созвездиям потому что может быть древние что-то знали про раков да и про клешни вообще-то у раков девочки 10 ног 10 ног это тоже такое интересное число не 8 к примеру как у паука да не 12 не 40 как сороконожек и не 4 как у собачки котика и не две руки и две ноги как у человека а именно 10 но используем мы именно клешни клешни девочки это на как наши с вами продолжение нас то есть клешня это то что хватает хватает и поэтому когда нам не хватает наших с вами рук чтобы что-то схватить невидимая некора клешня рака она схватит именно то что вам нужно через гексограмму через 69 амулет работает так по шестерке к вам приходит все хорошее которое вам например желает вам пожелали ой-ой катюша желаю тебе счастья и рак за это ухватывается то есть он это не просто в одно ухо влетела в другое вылетела это пожелание которое к вам прилипает если вам пожелали что-то плохое девятка это все смывает с вас понимаете и рака от этого от вас отрезает почему лапка у меня здесь идет с красной шерстяной ниткой во-первых девочки красные браслеты как вам известно ну то я просто уже тут буду короче говорить да но красные браслеты красные вязи красные камни все красное причем опять же можете посмотреть про красный цвет я тоже в другой других видео своих тоже очень много говорил особенно про вот эти вот сигилу мне там большое видео такое было в телеграме она кстати сброшена на основном моем канале можете тоже зайти посмотреть в общем девочки это для удачи для счастья для того чтобы вам никто не помешал это обозначает также то что ваша третья лапка ваша третья клешня которая становится именно ваша она заговорена она работает на вас и только для вас понимаете и никто сглазить это не может еще один момент вот она девочки не будет читаться когда человек носит красную нить диагностировать на картах таро человека очень тяжело и когда у например у диагноста кто например захочет вам зла допустим да он хочет вас просмотреть узнать о вас что-то и все остальное это защищает вас вы можете увидеть что красные нити кстати очень распространены особенно у известных людей которые на самом деле скрывают свою личную жизнь и какие-то такие моменты вот чтобы не пошло не чтобы не пошла плохая молва да вот такие вот дела котики мои и еще про вот этот сидел я хочу сказать да смотрите 6 6 6 6 4 шестерки 9 9 9 9 4 9 это девочки тоже такое изображение перекрестка то есть когда как мы перекресток крестом обозначаем да а здесь не крест то есть мы шестерками сверху вниз справа налево слева направо показываем перекресток понимаете а в точке перекрестка в этой точке когда сходятся все дороги мы пишем 69 гексограмма когда мы это поджигаем вы поджигаете это вы заставляете работать вот этот перекресток то есть вы себе убираете путай вы себе убираете плохое влияние на вас вы открываете себе видимые и невидимые дороги понимаете и никто вам не будет мешать а для того чтобы вам не мешали некромагии то есть рачий мор будет вас от этого всего защищать мои дорогие в общем к этим амулетом у меня идет инструкция вы можете выбирать девочки большой большой амулет с двумя лапками вот но это по желанию кто хочет так что девочки если кто захочет то при заказе скажем так вот сейчас только делаю на растущую луну сделаю еще наверное про запас до до 5 числа по заливаю девочки с утра амулетики такие а вот эти у меня у готовы такое энное количество поэтому есть такие маленькие есть такие большие маленькие удобно скажем так в руке держать да например если вы там на собеседованиях или что-то чем-то такие серьезно занимайте можно спрятать ладошку вот этот не спрячешь да иногда кто-то хочет побольше к примеру к маленьким девочки я еще какой-нибудь дополнительный подарок но я вообще всем ложу дополнительные какие-то интересные подарочки когда у меня они есть то есть я их изготавливаю отдельно до девочки я не только там что-то продаю но еще и добавляю и вообще мне такая идея была например на на тех кто у меня на телеграм-канал подписан еще что-нибудь дополнительно высылать но у меня дорогая почта я так иногда даже просто папа по белому завидую китайцам думаю боже как почему у них вот логистика такая дешевая а у меня например стране дорого действительно девочки мне реально дорогая почта поэтому и что-нибудь такое придумают поэтому тем кто у меня там что-то берет амулетики себе что-нибудь интересное вам добавляю здесь тоже что-нибудь интересное вам добавлю особенно тем кто будет брать именно маленькие к примеру магнитики цена разная маленький магнитик девочки 3666 большой 3666 это этот идет и свеча и сигил и большой девочки из-за из-за того что этих лапок у меня ну скажем так наперечет большого размера да и они все разные поэтому тут разное количество ингредиентов уходит и надо будет подбирать но в общем они у меня по другой цене если вот эти 3666 то вот этот у меня будет девочки стоит 4 666 вот такие вот дела сигил свеча амулетик и какой-нибудь подарочек вот прям у меня есть такое желание дарить это будет либо свеча либо еще что-нибудь интересненькое то что у меня есть из запасов все мои дорогие люблю вас целую обнимаю пока пока